приветствую тебя меня зовут павел парамонов в этом коротком видео ты узнаешь зачем тебе нужны предлоги в английском языке в русском языке ты часто используешь предлоги допустим я пошел в магазин я живу на третьем этаже я полечу в лондон и я сижу на стуле такие вот предлоги ты используешь каждый день в английском языке ты также их используешь и очень часто но если ты говоришь по-английски если ты не говоришь по-английски то тем более тебе нужно встретить видео смотри предлоги в английском языке имеют множество переводов допустим один предлог может иметь не только один перевод а два три четыре пять а иногда и шесть поэтому если ты думаешь что ты выучил один предлог и ты уже все уже все знаешь что ты немножечко ошибаешься окей мы сейчас тобой разберем предлог ту мы не будем с тобой разбирать все предлоги мы с тобой разберем ту потому что по моему мнению это самый часто используемый частых часто 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 используемый предлог очень ходовой смотри как ты будешь использовать он переводится как навык он переводится как навык но через запятую и он у тебя используется с глаголами движения направления допустим если ты хочешь сказать я иду в магазин то в русском языке мы говорим в в магазин но в английском языке и это в но это всегда допустим внутри то есть внутри чего-либо вот это ящик какой-то вот такой человечек и это in то есть человечек этот in он внутри а нам с тобой нужно сказать что я иду в магазин то есть я не я еще не там я только иду туда и только туда иду или я лечу или я еду или я бегу или моя собака бежит ко мне это все будет ту окей то есть ты будешь использовать в голове движения направления и в каждом случае ты будешь перейти по разному где-то на где-то вы где-то к по смыслу тебя поймут за это не переживай еще что ты можешь услышать от англичанина когда он будет говорить ту смотри что у тебя есть также у тебя есть ту также у тебя есть ту который ты будешь использовать после первого глагола перед вторым то есть у тебя есть глагол один глагол тебя есть второй глагол и ты будешь использовать ту то есть это был первый и ты будешь использовать ту вот тебе есть глагол допустим ой нет и они цели вот у тебя идет первый угол второй глагол ты будешь использовать но здесь уже ту у тебя не будет как предлог а у тебя на будет идти как частичка и еще называют инфинитив ты наверно слышал об этом то есть запомни когда ты используешь используешь ту с и глаголами движения направления или ты хочешь что-то указать показать какое-то движение направления ты будешь использовать ту допустим айга учу и куда то куда ты идешь указываешь но если ты будешь говорить первого потом второй глагол то после первого перед вторым тебе нужно поставить ту допустим ай не цель и ай вон цель допустим ай вон цель флай ай вон флай то есть я хочу летать полетать я тут коренька что-то написал ай вон флай а не чертит так это был второй случай когда ты будешь использовать у третий случая ты будешь использовать надавая здесь это сотру третий ты будешь использовать ту в значении чтобы в значении чтобы смотри как это будет выглядеть чтобы кушать мне нужно купить яблоко или чтобы заработать миллион мне нужно позвонить клиенту и вот это ту ты будешь ставить перед глаголом запомни перед глаголом перед глаголом то есть чтобы потом у тебя глагол идти то есть чтобы жить мне нужно работать то есть у要 anyxim ad Institut чтобы работать, мне нужно жить. Или наоборот, чтобы жить, мне нужно работать. То есть, to leave, I need to work. Это третий случай использования to. То есть, у тебя будет как предлог to, как инфинитив, частичка, и как чтобы. Поэтому не путайся, используй to. Правильно. Не забывай о том, что предлогов очень много. Мы с тобой разобрали только to. В следующих видео также мы с тобой разобрали другие предлоги. Если тебе это видео было полезным, и ты узнал для себя полезную информацию или что-то новенькое, ставь лайк, добавляйся ко мне на канал на YouTube. Увидимся с тобой в следующих видео. Также не забывай о том, что под этим видео есть ссылочка на мой сайт, где ты можешь скачать очень хороший материал и получить отличный бонус от меня. Поэтому не жди, жми на ссылочку, переходи на мой сайт. Увидимся с тобой в следующих видео. Меня зовут Павел Парамонов. И пока-пока.